Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Паречко-Берашевич и я рад приветствовать вас на моем канале и хочу показать вам первое видео из, я думаю, многих грядущих впереди видосов про артефакт, в котором сегодня мы будем разговаривать, вернее, я буду разговаривать, а вы будете слушать о картах красного цвета, которые известны на данный момент. Обсудим их, поставим им оценку и, в принципе, попытаемся спрогнозировать то, с какой вероятностью они будут участвовать и будут использоваться в игре. Начнем мы с того, что я расскажу о том, какие критерии оценки у меня будут. Критерии оценки будут просто от 1 до 5, где 1 это карта, которой просто не должно быть в игре, зачем она существует и, в принципе, почему она есть тут с такой способностью. Дальше 2. 2 балла получает та карта, которая абсолютно неиграебельна, на мой взгляд, в текущих реалиях игры. Она очень плоха, она очень слишком даже ситуативна и разыграть ее в текущей мете не имеет никакого смысла. То есть она как бы может быть, но это не то, что единица, она имеет право на существование. Далее 3 балла получает та карта, которая, скажем так, имеет уже более близкую к нормальному способности, ну или если это карта героя, соответственно, и какие-то особые карты героя. То есть это, в принципе, нормальная хорошая карта, которая просто пока еще, на мой взгляд, слабовата. Слабовата, не очень интересная, ей нужно чуть-чуть чего-нибудь добавить. Четверка. Отличная хорошая карта, прям вот крепкая четверка, как в школе. Все, в принципе, понятно из самой цифры. 4. Хорошо. Отлично. Супер. 5. Must have. Авто-включение в любую из ваших колод и, что самое главное, невероятно сильные способности, какие-то действия, предметы и так далее, по которым мы сегодня пройдемся. Хотелось бы еще упомянуть, перед тем, как мы начнем, что карты я буду читать на английском, переводить их, соответственно, на русский, на русский, который еще нет официального русского в карточной игре артефакт, да, потому что она просто еще не вышла. Поэтому какие-то названия на вроде cliff, retaliate или modify, я, в принципе, некоторые из них буду такие, как cliff, наверное, оставлять на английском и уточнять их способность еще раз на русском, как я ее понимаю. Ну, а нечто на вроде modify или condense, да, что, в принципе, переводится как там уничтожение, улучшение. Я думаю, мы так и оставим, поэтому все-все-все, надо и так слишком много сегодня, что у нас будет на что посмотреть, поэтому давайте приступим к первой красной карте. Сегодня, напомню, разбираем красные карты и будем мы их разбирать в порядке, в котором они есть в игре, то есть по стоимости. Сначала это будет классический, то есть в стандартном наборе, который карты присутствуют, при покупке игры они у вас будут. Далее, обыкновенные, необыкновенные и редкие. Все просто и начинаем, друзья. Первая карта на сегодня это у нас кифи деболт, который имеет следующие характеристики. 6 атаки, 1 единица брони и 11 здоровья. Эта карта будет включена в стандартный набор и ничего сказать о ней, кроме как то, что она имеет достаточно неплохие характеристики, я не могу. Способности у нее какой-то особой нету, будь то даже пассивная или активная способность, потому что эта карта обычная, тут ничего и не придумаешь. Поставлю я этой карте твердую троечку, я думаю, что... даже не твердую троечку, 2,5. 2,5, потому что все-таки... нет, давайте 3, потому что это... нет, 2,5, 2,5, да. 2,5, потому что эта карта, она есть в классическом наборе, без нее как бы, ну, каким-то новичкам. Хотя в артефакте сложно представить людей, которые вообще не будут покупать карты, будь то даже на торговой площадке, потому что получить их иным путем будет просто невозможно. Так вот, для, в принципе, обычного, даже вот как стандартная карта, 6, грубо говоря, 6-12, да, оно выглядит неплохо. Причем даже это не 12, а именно 11 и просто минус 1 единица урона от каждого отряда. Соответственно, это как бы больше даже, чем 1 единица жизни, по факту, на единице здоровья. Поэтому эта карта получает от меня... знаете, я вот... я такой вот переобувоченный на ходу, 3 балла. Хорошая карта, на самом деле, имеет достаточно сильные стандартные базовые характеристики, как по мне. И, в принципе, будет ее еще сравнить у нас с чем, даже с кое-какой редкой картой героя. Я думаю, вы уже, наверное, понимаете, о чем я, для тех, кто следит за артефактом. Поэтому как-то так. Хорошая карта, если у вас прям не хватает... Если вы хотите моно, допустим, моно, это... моно-ред, это, допустим, есть колода, которая состоит только из 5 красных героев. Или у вас какой-то... конечно, вот в моно-ред она, в принципе, нормально подходит, на мой взгляд. И для драфта она будет хороша, для режима драфта, когда, собственно, игроки приходят уже с паками, как раз в условную такие арену и начинают сражаться между собой. Забрать такого огра не будет для вас, я думаю, плохой, скажем так, в плохим случаем, да, потому что она хорошая. Но, скажем так, она-то вроде и неплохая. А вот ее способность, которая называется Fighting Instinct, и стоит она 5 единиц маны, заключается она в следующем. Улучшает красного героя, дает, как бы, перманентно красному герою плюс одну атаку и плюс одну единицу брони. И все было бы хорошо. У этой карты, да, если бы не ее какая-то запредельная стоимость в 5 единиц маны, да, ты перманентно, как бы, модифай, стоит уточнить, наверное, что модифай, это именно, как бы, нечто на вроде укрепления в том же Гвинте, да, или увеличение базового показателя силы в том же Хардстоуне. То есть она перманентно на героя оставляет вот это вот усиление. И я не могу сказать, что усиление в одну атаку и одну броню, это настолько невероятно сильно, что карта должна стоить 5 маны. Есть карты, которые, на самом деле, даже у самих красных существуют, и эта карта стоит всего лишь одну единицу силы. Ну, мы до нее еще дойдем, я думаю, может быть, она сейчас всплывет где-нибудь. Оценка этой карты единица, вообще непонятно, почему она существует, как бы, в такой ипостаси, потому что 5 маны, ну, хотя бы снизьте до 4, ну, 5, это слишком много. Буквально через 2 хода ты можешь дать уже условный Thunder God's Wrath или Eclipse за 6, ну, или Thunder God's за 7. А тут ты просто усиляешь героя на 2 какие-то характеристики, причем на 1 и 1. А, как бы, 1 балл, спасибо большое, поиграли. И, собственно, вот почему сама карта Kifi the Bolt становится такой плохой, но в целом сама карта как тело для меня будет иметь вот именно характеристики 3. Мы оцениваем все вкупе, и, соответственно, если выводить где-то средний балл между тройкой самим Kifi и Fighting Instinct 1, то, сами понимаете, 2 балла, и карты мы эти не будем брать в наши колоды и включать их, соответственно, не будем. На этом классические карты, друзья, закончились. Приступаем к разбору обыкновенных. Обыкновенных карт, и первая у нас карта, упс, еще рановато. И первая карта у нас, которую мы сейчас будем рассматривать, это Bristol Bag, который имеет 8 единиц атаки, 12 здоровья и не имеет брони. Но! Он не имеет брони, но его способность, которая является пассивной, Baroom Brawler, она перманентно усиливает Bristol Bag'a с двумя единицами брони после того, как герой, как... герой, очень важно, герой, который блокирует Bristol Bag'a, умирает. Ну и что можно сказать по поводу этой карты? У нее отличные характеристики. 8-12 это большой показатель урона, что позволяет самому Bristol Bag'a убивать какие-либо карты. 12 здоровья это отличный показатель. Ну и сама способность, которая после того, как Bristol Bag'a убивает героя, она позволяет ему получить еще 2 единицы брони, что вкупе как бы делает его уже просто уже неубиваемым танком, на мой взгляд. Единственная карта, наверное, когда может с ним справляться, ну, на более поздних этапах, этапах это какой-то Coup de Grace у черных, да. Соответственно, очень хорошая карта для обыкновенного набора, очень хороша она будет и для драфта. Безусловно, мы еще не рассматривали особую карту заклинания для этого героя, но стоит отметить, наверное, что будет проблемы с колодами, которые будут заставлять вам весь, всю линию своими мелкышами, какими-то мелкими отрядами, условно называемых токенами, и не будет, собственно, героев у Bristol Bag'a, но даже для таких ситуаций, я думаю, что 8-12 и хотя бы даже одно убийство героя, а если это будет какой-то синий герой, который, как правило, больше-то 8 единиц здоровья не имеет, то это уже 2 брони буквально после первой боевой стадии. Соответственно, ставлю этой карте крепкую-крепкую четверку, думаю, что она будет играться в некоторых красных колодах, в том числе вполне возможно, что это будут красные дуо колоды, красно-зеленые, наверное, потому что какие-то усиления, которые есть у зеленых, и вот эта вот тонковость, которая есть у красных, она позволяет синергировать очень здорово, и, соответственно, вот в таком, может быть, даже контрольном варианте это будет существовать, но пока 4 из 5 отличная карта, и посмотрим на ее способность, точнее, не на ее способность, способность-то мы уже разобрали, посмотрим на карту, которая к ней прилагается, называется она Вишкус Насалгу, первая способность Бристлбека из доты, если кто еще не понял, ну, а для тех, кто не знает, тому это и не важно. 4 маны модифицируют отряд, модифицируют отряд на минус 2 единицы брони. Ну, и что мы имеем тут? Давайте посмотрим и сравним с тем же способностью Кифи де Болда, да, картой Кифи, которая дает плюс 1 атаку и плюс 1 броню. За 4 у Бристлбека вы получаете минус 2 брони, которая, я хочу вам напомнить, еще и будет усиливаться за счет того, если броня будет негативной. И, соответственно, если у какого-то отряда будет, допустим, ну, вот у него 0 брони, да, показываю на пальцах, как бы, у него 0 брони, и вы используете на него эту карту, и затем его ударяет какой-либо герой, скажем, ну, на 5 единиц урона, да, то вы ударите этого героя не на 5 единиц, отнимите ему здоровье, а отнимите 10, в том случае, если у него будет показатель брони минус 2, потому что оно, как бы, умножается. И, соответственно, эта карта, она, во-первых, позволяет, в принципе, снизить броню, если появляется какой-то бронированный отряд, ну, неприятный бронированный отряд, скажем, на 3, на 2 брони, вроде и мелочь, но здоровье снижается намного меньше, и, соответственно, убить его становится намного сложнее этого героя. Так вот, наш Салгу справится с этим без особых проблем, Брислбек не наплюет, высморкается, наверное, правильнее сказать, на своего оппонента, и вот этот вот минус 2 армора, я думаю, очень неплохо для 4 маны, можно было бы, конечно, наверное, и минус 3, но с учетом того, что оно может уходить в отрицательное значение, а у многих героев показатель брони вот такой, равный нулю, то, я думаю, минус 2, это вполне адекватно за четверку. Я поставлю этой карте 3 балла, 3 балла. Знаете, на самом деле, вот сейчас, когда ты думаешь, да, как бы, когда ты выставляешь оценки, не совсем имеет смысл ставить отдельную оценку Брислбеку, как Тушки, и вот, например, Вишил на Салгу, потому что, ведь по факту они идут друг с другом, и если вы добавите Брислбека, то эта карта уже у вас будет в колоде. Поэтому, знаете, я скажу только хорошо то, что она не дает плюс броню, на мой взгляд. И именно минус броня это сильнее, потому что вот сам Брислбек, он накапливает броню, и лишняя броня, она, в принципе, потому что, с учетом того, что блокируют героев один, обычно крип, и, ну, если, конечно, играть условного Акса, ну, и играть Берстеркер Сколл, об этом еще поговорим. Давайте пока так, 3 балла, 4 Брислбек, суммарная оценка, получается, 3,5 для вот этого героя. Я бы сказал, что это достаточно неплохо, и почему бы и нет? Идем дальше. Как видим, герои у нас уже закончились в обычной редкости, поэтому прямо сейчас смотрим на уже заклинания, крипов, улучшения, также, ну, известные как improvements, но я буду их называть улучшением, мне кажется, это достаточно адекватный перевод. И первая карта, которая, хоть на ней и нарисован Legion Commander, но она не относится к этому герою. Эта карта за одну единицу маны, способность ее является следующая. Выберите союзника, выберите союзный отряд, выберите ему цель для, собственно, битвы. Вот как бы и все. Описание достаточно простое, позволяет вам выбрать вот это вот, как раз таки направление атаки, куда будет бить ваш герой, в какую цель он будет атаковать. Но с учетом того, что есть какие-то способности, которые передвигают карты, тут интересно, как это будет работать в дальнейшем. Действительно интересно, и хотелось бы только уточнение небольшого, да, можно ли будет выбрать целью прям любой отряд на линии или только в пределах соседства. Соседство это как бы то же самое, что и, как бы, Клифф и Нейбор, чтобы вы понимали, это когда ты бьешь центральный отряд и наносишь урон еще отряду слева и справа. Это и есть Клифф, и это же применяется к термину соседи, да, то есть это те отряды, которые стоят слева и справа от центрального. Так вот, если ты выбираешь союзника, то получается для него целью являются вот все вот эти карты в пределах трех, да, то есть не более трех отрядов врага, или это может быть любая цель на линии. Если это любая цель, то карта очень хороша за счет того, что она позволяет выбрать любую карту на линии. Поэтому можно выбрать и героя, и крипа какого-то, например, суперсильного, для того, чтобы направить его на героя. Но я думаю, все-таки это будет работать в пределах соседства, чтобы карта была более сбалансированной, потому что за одну единицу маны поменять, в принципе, цель, это выглядит здорово. Поэтому ставлю этой карте 3 балла и переходим к следующей. Следующая карта, бронз легенэр. Крип за 2, стоимостью в 2 маны, который имеет следующие характеристики, 4 атаки, 2 брони и 2 здоровья. Что могу тут? Тут сложно что-то сказать. Ну, это просто бронзовый крип. Будет интереснее сравнивать его уже с другими крипами других цветов, в принципе, в следующих видео. Поэтому я не буду долго на нем останавливаться. Я лишь скажу, что это, на мой взгляд, токен, не токен, точнее, а крип с хорошим показателем атаки. Но все, конечно, губит то, что у него всего лишь 2 жизни. Если бы у него было, наверное, даже 4 жизни и 1 броня, это было бы намного сильнее. Ну, а все-таки 4 урона нанести ему будет проблематично. С другой стороны, давайте посмотрим на это следующим образом. Представляем бронзового легионера. Представляем крипа. С обычного крипа, который появляется на линиях, с показателем атаки 2-4. Соответственно, крип просто до него не дотрагивается. Он не наносит ему никакого урона. Он потому что всегда бьет в броню. И броня, как мы понимаем, она не снижается, она всегда остается. Это, собственно, не гвинт, да. Тут броня всегда остается на отряде. Если только ее... Вот как раз-таки не использовать способность, например, своего брестлбека на Салгу, да, на вот эту карту. Ну, за 4 маны не думаю, что это самое лучшее применение. Но хочу отметить, что та же любая карта с показателем атаки в 4 легко с ним справляется, легко его сметает со стола. Но за 2 маны отличная карта. Поставлю ей 3,5 балла. И думаю, что, безусловно, в каких-то колодах, вот как раз-таки где можно будет еще усилить, например, показатель здоровья. Но тут регенерация будет для него слабенько, потому что все-таки всего лишь 2 единицы здоровья. Но можно попытаться усиливать его броню. Кто знает, что тогда получится. Поэтому 3,5 балла, идем дальше. Ну и один из моих, наверное, любимых крипов. Очень классный у него арт. Так, в принципе, забавная способность. И что мы имеем за 3 маны? Хелбир Криплер. Способность является... У него еще есть и способность. Следующая способность. Когда Хелбир Криплер наносит урон в бою отряду, то как бы наносится негативное негативное нанесение минус одной атаки. Что ты несешь по речке? В общем, он модифицирует отряд на минус одну атаку. И если учесть, что среди героев, да, есть такие карты, как, допустим, Тайт Хантер. В принципе, мы можем вспоминать любого. Правда, ну, тут нужно вспоминать не любого, а героя с низким показателем атаки. Шейкер, да, Кристал Мейден. То как бы при... Единственное лишь его, скажем так, срабатывание способности, а это когда, получается, он становится, условно говоря, напротив Тайт Хантера, да, то просто у Тайт Хантера становится 1.18, и он как бы просто становится такой большой тушкой, на которую, в принципе, уже становится-то и все равно, что он делает на столе, да. Соответственно, карта, как по мне, за 3 маны имеет отличную способность, имеет неплохие характеристики, так сказать, ванильные, да, стандарт за 3.33. Поскольку тут все-таки игра, артефакт, она немного не столь завязана, да, вот на вот этой мана, скажем так, на распределении своей маны во времени, то есть у тебя первый ход, ты ставишь единичку, второй ты ставишь двоечку. Тут немного не так. Мы начинаем изначально с тремя единицами маны, и, соответственно, можно поставить его прям сразу на первый наш ход и поставить его напротив героя. Если он так выпадет, то это будет, безусловно, очень сильно. Но и в целом, давайте учитывать то, что это не просто снижение какой-то атаки, а это перманентное снижение атаки. Мне кажется, что эта карта будет использоваться во многих красных колодах. Не могу ее назвать вау-вау-вау, суперсильной, но поставлю ей 4 балла. Мне нравится ее арт, мне нравится ее способность, мне нравятся ее показатели, и выглядит она очень здорово. Переходим к следующей карте. Clear that deck. Так, судя по всему, очистить палубу, не колоду. Способность карты является дайте союзным отрядам плюс 4 клиф в этом раунде. Ну, и хотелось бы отметить, что вроде как карта выглядит... Поначалу, наверное, кажется, что сильно, да? И вам так не кажется, потому что она выдает 4 клифа героям. Но тут есть все-таки тоже одно небольшое но. Если вы даете клиф, и у вас на линии условно стоит 2 героя, и, допустим, их блокируют, в принципе... Ну, давайте представим, что их блокируют просто 6 карт. Просто 6 карт. И так уж выпало, что ваш герой находится на второй вот как раз-таки карте, да? То есть на второй, и получается четвертой карте оппонента, то вы просто, скорее всего, убьете весь, весь его стол, с учетом того, что у вашего героя есть как бы, ну, хороший показатель атаки. Но тут опять-таки сам, сам клиф, он добавляет уже плюс 4. И... Мне кажется, что эта карта достаточно сильна, но у нее есть условия. Должно быть хотя бы 2 героя. Это раз. Второе. Они должны хорошо быть расположены. Это 2. И третье. Ну, вам нужны, собственно, цели для того, чтобы их убивать. Потому что в противном случае, ну, как бы на башне этот урон не распределяется. Он позволяет вам сносить вот прям вот всю мелочь. То есть против заспама, за 4 маны, эта карта выглядит суперски. С учетом того, что она никому не принадлежит, ее можно брать ситуативно, то я бы сказал, что это здоровская карта. Я поставлю ей 3,5 балла. Все-таки чуть больше мне нравится Хелбер Криплер. Отличный английский по речке. Да-да, я из Англии. Поэтому 3,5 балла. И... Переходим к следующей карте. И следующая карта у нас будет под названием Сакер Панч. 4 маны. И, собственно, станет отряд, который блокирует красного героя в этом раунде. И наносит 2 урона этому отряду. Давайте перед тем, как начать анализировать и оценить эту карту, разберемся с тем, что такое стан. Стан — это, в принципе, нечто такое более главное над двумя другими понятиями в артефакте, которые называются Disarm и Silence. То есть Disarm плюс Silence равно Стан. Я думаю, теперь вы уже понимаете, к чему я клоню. Disarm — это отключение возможности драться в боевой фазе. Соответственно, Silence — это отключение возможности применять какие-то пассивные способности, предметы и так далее. Стан — это нечто общее, что позволяет отключить и возможность драться в боевой фазе, и возможность применять предметы, способности и так далее. Но стоит, конечно же, наверное, добавить небольшую такую ремарку о том, что карту эту вы можете использовать только на отряд, который блокирует союзного, союзного красного героя в этом раунде. Поэтому у нее есть небольшое но, но если условно вы стоите против какого-то другого героя, и так уж выпало, что ваш красный герой попадает на этого героя, то отличная карта, как по мне, за 4 единицы. К тому же наносит еще и 2 урона, и, соответственно, обездвиживает, обезвреживает, обезопашивает вас от нанесения урона вам. Отличная карта, поставлю ей 4 балла. Думаю, что частенько она будет играться в красных колодах. Особенно здорово она выглядит в моно-красных колодах. В дуо, наверное, не так сильно, потому что она зависит от союзного красного героя. Все-таки должен быть именно красный герой. Но если учитывать, что вот эта моно-моно красная колода у вас, что, в принципе, не так, не такое частое явление, да, потому что, как правило, и тот же, те же, та же мэджика, и вот артефакт, они завязаны больше на дуо-колодах, как правило, на двух цветах. Но тогда может быть 3 красных героя, в принципе, 2 синих, 2 зеленых, я не знаю, что вам нравится. Поэтому 4 балла, я думаю, даже в такой ситуации это имело бы место быть. Ну и последняя карта, не на сегодня, конечно же, а в категории обычных, это Крип стоимостью 6 маны, который имеет характеристики 7 атаки, 2 брони и 7 здоровья Огр Конскрипт. С неплохим артом, кстати, стоит отметить, но не самым лучшим. Так вот, что мы имеем за 6 маны? За 6 маны мы имеем тушку с показателем атаки 7 и показателем здоровья 7. И к тому же еще имеющим 2 брони. Я бы сказал, что это очень-очень-очень здорово, но единственная тут проблема, что это все-таки просто-просто большая жирная тушка. Не с ванильными статами за 6, да, стоит отметить. Они у нее намного более крутые. Я бы сказал, что в каком-нибудь Хардстоуне эта карта бы стоила, наверное, ну, если не 7, то 8. Наверное, все-таки, если не 8, то 7 стоит. Тут оговорится. Если не 8, то 7 маны, а в артефакте она стоит 6, но оно тут и нужно понимать, почему. Потому что, как правило, к 6 мане у тебя уже нету какой-то вышки, у тебя уже начинаются проблемы, тебя начинают защищать, и, в принципе, вот этот вот толстый, просто сильный крип, он может зарешать в том случае, если ты играешь против каких-то там опасных героев с большим показателем. Например, с большим показателем здоровья, но маленьким показателем атаки, то тогда эта карта проявит себя, конечно же, здорово. Против вот каких-то черных колод, которые могут легко убивать там крипов, да, мы совсем уже видели, недавно появилась карта, которую заревилил свим, да, которая позволяет как раз-таки убивать крипа всего лишь за 3 маны черная карта, то будет неприятно, если вы поставите своего огра на 6 ману и вас как бы просто уничтожат карты за 3 единицы, но у этой карты в любом случае есть свои прелести, потому что она позволяет убивать некоторые карты синих, я вижу это в принципе, ну, вспоминая средние характеристики карты синих, я имею представление о том, что она многих из них может убивать и даже и многих черных она может убивать, а с учетом того, что черные, конечно, направлены на урон по башням и в принципе атака у них большая, но здоровье маленькое, то 7 там, как правило, будет хватать, она убивает Виверну, она убивает в принципе и Лича, насколько я помню, Лича, вроде как не было армора, должна тут появиться где-то всплывашка, наверное, мне будет лень ее делать, поэтому хорошая карта, поставлю ей, слушайте, наверное, слишком завышаю, да, оценки, но с учетом того, просто что за свою стоимость, то есть это обычная карта и она имеет такой показатель, ну, давайте 3 поставим, конечно, она не будет где-то особо играться, но она хороша и я думаю, что 3 балла она заслуживает, насколько я понимаю, да, карты закончились, собственно, обыкновенные, переходим к необыкновенным, друзья, и первая карта необыкновенная, которую мы имеем, это, естественно, карта героя и называется она Legion Commander, многие полюбили уже эту карту за, собственно, правда, не совсем ее, а именно карту, которая принадлежит заклинания к ней, но тем не менее, давайте перейдем от болтовни, делу Legion Commander, 6 атаки, 1 единица брони, 8 единиц здоровья, пассивная способность с продолжительным эффектом, Moment of Courage, у Legion Commander есть плюс 2 Retaliate, скорее всего, это будет переведено в английской версии, как ответный удар, но пока буду называть это Retaliate и буду стараться как меньше, как можно более реже употреблять это слово, что такое ответный удар, наверное, стоит пока внести небольшую ремарку, ответный удар, это когда вас атакуют условно, допустим, представим, что у нас просто характеристики 6-8, да, и нас атакует какой-то герой, так вот, при ответном ударе мы будем наносить еще плюс 2 бонусные единицы к атаке, соответственно, помимо того, той шестерки, что мы имеем уже у себя. Хорошая пассивная способность, будет ее с чем сравнить, потому что есть карта с аналогичной пассивной способностью, мне Legion Commander сама как тело, вот именно как Барри, которая стоит на столе, она мне не очень сильно нравится, потому что все-таки маловато у нее здоровья, но у нее есть отличная карта, заклинание, которое относится к ней, как конкретно к самой карте, вот с показателем, с ее способностью, с показателями брони, атаки, здоровья, я поставлю ей 3 балла, на мой взгляд, она намного хуже, чем какой-то Бристлбэк, но, кстати, Бристлбэк, условно, ее тот же не может убить, да и, в принципе, многие герои, скорее всего, с первого хода ее не убьют, и нанесет она определенного рода 3 балла, перехожу сразу же, сразу же, перехожу к ее карте особой, которая называется Дуэль, которая имеет отличную анимацию розыгрыша, стоит она всего лишь 2 маны, и ее способность заключается в следующем, выберите союзного красного героя и другого, и другой отряд, юнит, как хотите, они дерутся друг с другом, собственно, вызывайте на поединок вы какой-либо отряд, героя, крипа, что только в душе вашей угодно, но есть небольшая особенность, все-таки вы должны выбрать красного вашего героя, это может быть сама легионка, это может быть какой-нибудь Бристлбэк, который стоит у вас уже на линии, это может быть какой-нибудь Кифи, если вы вдруг обладаете особо извращенными талантами, ну и вот как раз за счет вот этой прекрасной карты, на мой взгляд, все-таки за 2 маны, которая позволяет выбрать целью любую выбрать целью любой отряд, она позволяет вам быть мобильными, она позволяет как-то разобраться с проблемными местами у вас на линии, и в случае неудачной расстановки она позволяет правильнее распределить свои ресурсы и убить именно того, кого нужно, нежели того, кого не хочется, поэтому здоровская карта, мне кажется, что только из-за нее легионку скорее всего и будут играть, я не могу сказать, что она суперсильная, я поставлю ей 4 балла вкупе с оценкой легионки, она становится 3,5, и соответственно получается сравнивается с Бристлбеком по крутости, в принципе все, что я хотел сказать про эту карту, переходим к следующей карте, и наверное самая здоровская карта для меня в плане арта, но не только арта героя, а еще и арта особой карты заклинания, но давайте посмотрим на Тайтхантера поближе, друзья, Тайтхантер, 2 атаки, 1 единица брони и 18 единиц здоровья, есть у него также и активная, активная способность, это его ультимейт из доты, называется Рэйвидж, имеет кулдаун в 4 раунда, собственно в чем заключается смысл этой способности, станет, станет соседей Тайтхантера в этом раунде, и также имеет шанс в 50% застанет другие отряды, кроме соседей, что можно сказать по поводу этой карты, она 100% станет 3 карты, и имеет 50% вероятность застанет остальные карты на этой линии, мне кажется, что это очень сильная способность, она, конечно, многие, многие уже сказали о том, что Тайтхантер и его способность, они будут срабатывать достаточно редко, да, я не могу сказать, что 4 раунда это редко, все матчи и артефакты, которые я смотрел на данный момент, они, ну, они длились явно больше, чем 4 раунда, и тут заключается проблема только в одном, смогут ли убить Тайтхантера, но 18, здоровье, как бы, кмон, а как его уничтожать, он, это просто неубиваемая машина, а если ей еще условно добавить какие-то характеристики при помощи предметов, то как бы и эту способность можно будет нажимать, ну, в буквальном смысле по кулдауну, как только ты поставишь его на стол, можно сразу ее нажать, ждешь 4 раунда, еще раз нажимаешь, если к тому моменту ты еще не выиграл эту линию, то, боже мой, чувак, а что ты творишь в этой игре? Мне очень сильно нравится эта карта, и мне очень сильно нравится ее способность, и, наверное, я поставлю ей 4 балла, хотя, возможно, это сейчас покажется нелогичным, но против заспам колод, понятное дело, что вы не будете иметь максимальный показатель, вот, прям забитый лейн, о, мой бог, боже мой, как защититься от спама, потому что тут агра, она выглядит немного не так, агра, это просто тебя бьют в лицо там на двадцончик одной картой какой-нибудь, и ты такой, о, боже мой, что мне делать? Так вот, в первом раунде, вот даже условно, когда ты его просто выставляешь на стол, если он у тебя уже есть, то, мне кажется, можно прям сразу активировать его способность, скорее всего, там будут крипы, скорее всего, там будет какой-то герой, и, ну, 50% шанса еще застанет другие отряды, это очень сильно, мне нравятся его характеристики, если бы, наверное, было 3-4 атаки, то это было бы слишком сильно, но 4 балла от меня Тайт Хантер получает, и следующее, его особая карта заклинания с офигенным артом, просто с божественным, на мой взгляд, он очень красиво выглядит, это вторая способность Тайт Хантера из дота, если кто, тоже, может, кому-то интересно, Кракен Шелл, в чем заключается суть этого заклинания за одну ману, перманентно усиливает красного героя с одной единицей брони, и стоит добавить одно небольшое но, которое, кстати, очень важное, но, получите инициативу, это еще одна, как бы, вторая срабатывающая способность этой карты, на следующей линии вы получаете инициативу, и это, на самом деле, очень здорово, потому что инициатива, напомню, вкратце, как работает, вы играете перед тем, как начнется боевая фаза с вашим соперником карты по очереди, ну, пример, Гвинт, выкинули карту, он кинул карту, выкинули карту, он кинул карту, выкинули карту, нажали, точнее, вы решили, ладно, давайте продолжим цепочку, выкинули карту, он кинул карту, ход переходит к вам, но вы думаете, окей, с меня карт хватит, и нажимаете пас, если ваш соперник решает бросить карту в ответ, для того, чтобы как-то там сделать себе лучшие условия для уничтожения условного героя, то на следующей линии вы будете ходить первым, что в принципе дает вам преимущество. Так вот, вот это самое преимущество позволяет получить вам карта за стоимостью в одну ману, и к тому же она еще имеет способность как бы модифицировать героя с плюс одной броней. Я бы хотел отметить, что, наверное, модифицировать броней не самое крутое, что может быть, потому что вот модификация атаки выглядит уже намного симпатичнее. Если бы это была атака, то карта была бы просто 10 из 10, но получить инициативу и все-таки все равно, да и какую-то плюшку, сравниваем с той же Fighting Instinct у Кифи, да, который дает атаку и одну броню за 5, за 5, внимание, друзья, маны, за единицу вы получаете уже одну броню и инициативу, что, скорее всего, будет крайне важно в артефакте. И я поставлю этой карте 5 баллов. Соответственно, получается, Тайтхунтер наш получает 4,5 плюс... 4,5 суммарно, как герой. Ну и мне кажется, что он действительно будет крутым. Окей, друзья, будем тогда переходить к картам крипов, улучшений. И посмотрим на первую, которую мы видим прямо сейчас на наших экранах. Legion Standard Bearer. Способностью которой являются союзные... Союзники данной карты имеют плюс 4 атаки. Сама карта 0 атаки 6 здоровья. Ну, привет, Flame Tank Totem из Hearthstone. Для тех, кто не знает, в Hearthstone есть такая карта стоимостью 2 маны. Характеристики 0,3, которая дает плюс 2 атаки вашим союзным отрядам. Как по мне, за 4 маны эта карта имеет неплохую способность. Но если бы она стоила... С учетом того, что, в принципе, мы начинаем с тремя кристаллами, то если бы она стоила 3 и, скажем, имела 0,5, то это все-таки было бы, наверное, лучше. Ну, вот по каким-то моим таким чисто субъективным критериям. Потому что ты мог бы сразу ее поставить к герою и крипу. Но, наверное, это было бы очень сильно. Соответственно, она начинает стоить 4. Происходит, ну, первая боевая фаза. Крипы какие-то могут разменяться. Герои могут убить крипов. И, соответственно, у кого-то может быть уже, например, отсутствие доминации на линии. И, прошу прощения, если вы играете за красную колоду, то той самой колоды, которая потеряла там крипов или героев, можете быть как раз-таки вы. И вот эта вот 0,6, которая, как бы, по факту имеет пассивную способность, она будет вам ни к силу, ни к городу. Очень приятно, как бы, будет, если получится как-то усилить ей атаку, да. Да, допустим, при помощи каких-то, вот, например, зеленых карт, да. Но это уже совсем другая история. Давайте будем оценить конкретно эту карту. Мне все-таки кажется, что она нормальная, ее можно играть. Я поставлю ей 3 балла, но увидим мы ее все-таки редко. Вот она ближе к двоечке, вот, что неиграбельно, вот, как мы и договаривались по критерию. Но 3 балла я ей поставлю. Переходим к следующей карте. Следующая карта у нас... Синтауэр Хантер. 5 маны Крип с 4 единицами атаки и 8 единицами здоровья. Ну и характеристики у этой карты, в принципе, неплохие. С учетом того, что это не какая-то условная 5-5 за 5, да, это 4-8. Очень обидно, что нет у нее 5 единиц атаки, но, видимо, эта атака все-таки компенсируется здоровьем, да. Сравнивать с тем же Огром за 6, у которого 7-7 и 2 брони, конечно, она выглядит послабее, но, тем не менее, возможно, кто-то найдет применение этой карте. Я бы, скорее всего, не использовал ее, потому что, ну, есть карты вроде как и получше. Тот же Хелбер Криплер за 3, да, условно, лучший, по-моему, чем эта карта, хоть и характеристики у него там не такие уж и приятные, да. Это всего лишь 3-3. Я поставлю этой карте 2 балла, я думаю, ее вообще никто не будет играть, но время покажет. Может быть, в режиме драфта она будет неплоха. Да, поэтому, who knows, может быть, и по речке ошибаться, конечно же. Ну и другой Крип, который был, в принципе, анонсирован не так давно, наверное, с полторы недельки назад. Кюрсит Сатир, проклятый Сатир. 5 маны Крип, 6 атаки, 6 здоровья. Призывает зомби для вашего оппонента после окончания боевой фазы. Интересно. В принципе, карта, которая, если сравнить ее как раз-таки с Центар Хантером, она имеет, вот, кап атаки повыше, да, 6-6. Но она не имеет брони, и у нее есть отрицательная способность, которая призывает зомби. Не самый сильный токен, но будет неприятно все равно, я бы сказал. Поэтому карта, как по мне, достаточно трешачковая. Совсем уж ее как-то в помоечку отправлять не хочется. Но, в принципе, я вижу ей небольшое, может быть, применение с, вот, какой-то условной карты, на вроде вот, когда мы можем выбрать цель, да, вот, за одну единичку маны. Мы уже видели эту карту, к сожалению, я не помню ее способность, потому что карт очень много. Так вот, если попытаться использовать, как бы, ее выгоду в 6 атаки и 6 здоровья как преимущество, то есть направить ее целью, сделать ее целью какого-то героя, скажем, который имеет 6 атаки, да, но имеет 6 здоровья. Будет очень здорово, если она с кем-то сможет сама разменяться, вот эта проклятая сатирка, для того, чтобы зомби не призывался. Ведь он, скорее всего, не должен тогда призываться, по моей логике, потому что она умерла. Да, поставлю поэтому, вот, чисто за счет такого небольшого исключения, поставлю этой карте 2 балла, в принципе, тут даже без половины, 2 балла. Применить ее, конечно, можно, в принципе, вот в таком ключе, которым я и сказал, но тогда стоимость должна быть у нее явно 4, а не 5, потому что на пятом ходу вы просто уже потеряете все здоровье башни. Скорее всего, и вам будет нужно немного другое, чем призывать зомби на сторону оппонента. Идем дальше. Red Mist Pillager. Крип стоимостью 5 маны. С 4 единицами атаки и всего лишь 2 единицами здоровья. После окончания боевой фазы, если Red Mist Pillager нанес урон башни в этом раунде, то призывает копию Red Mist Pillager. Ну, по аналогии, хочется, в принципе, сказать, что карта сразу очень становится похожа на Grim Pattern из Hearthstone. Наверняка есть еще какие-то аналоги, которые сразу у вас возникли в уме. Но, в общем, это такая карта, которая, в принципе, high risk, high reward. Если она ударяет в башню, то появляется еще одна копия и, скорее всего, уже остановить их будет очень сложно, если не невозможно. Начнут они собираться в этом ряду, все эти Red Mist Pillager, и начинать бить вашу башню. Спасти тут может, скорее всего, лишь какая-то ауена вроде Эклипса или Thunder God's Brother. Но для этого нужно играть на синей колоде. В принципе, хорошая карта, на мой взгляд. Карта сбалансирована она по характеристикам. Ну, мне кажется, потому что тяжело судить, когда ты не видел сами карты в игре. Поэтому high risk, high reward, все как всегда. Если удалось тебе их много сделать, уже буквально следующее, это как бы суммарно тогда получается 8-4 за 5. Вот если ты создаешь трих, это 12-6, это за 5 маны, в принципе, выглядит достойно. Ну, опять-таки, есть определенные условия. Они должны ударяться именно в башню. Во-первых, они должны стать еще так хорошо. По позиционке тоже может возникнуть проблема. Я поставлю этой карте. Ну, давайте... Чтобы быть вот прям максимально честным, мне кажется, ее играть будут пытаться. Но мало у кого получится. Поэтому давайте поставим ей 2,5 балла. И на этом закончим разбор необыкновенных карт. И, в принципе, наступает... Ну, не то, что самое интересное, потому что, в принципе, все карты в артефакте, они достаточно интересны. Переходим к следующему типу карт, редких, которые будут выпадать. Соответственно, вам реже всего. Ну, и сразу сходу начинаем с героя. Герой этот у нас является Акс. Всем известный Акс. К сожалению, нет у него, или, к счастью, на самом деле, нет у него пассивной способности. Никакой или активной. Вообще нет у него способности. Но есть особая карта. О ней, разумеется, поговорим попозже. И что мы имеем? 7 атаки. 2 единицы брони. И 11 показатель здоровья. Если сравнивать с Кифи, то у него на одну атаку больше, на одну броню больше. И здоровье показатель одинаковый. Ну, что ж. Карта, в принципе, уже сразу же максимально становится лучше Кифи за счет того, что она имеет больше атаки. И на одну броню больше. Соответственно, карта становится очень сильно танковой. Ее действительно тяжело убить. У нее 7 единиц атаки, что тоже достаточно много. Я бы сказал, все, что, на мой взгляд, выше 6, это уже много. Если у карты выше 6 атаки, то это уже много. А вкупе с, в принципе, с какими-то усилениями, предметами, которые можно надевать на героев, то она может стать, в принципе, неубиваемой. Мне кажется, Акс с хорошей картой, по вот конкретно своим характеристикам. Они хороши, они интересны. И я бы сказал, что я бы такую карту легко взял либо в драфте, либо вот просто в ранкеде, в свою красную колоду. Допустим, если бы у меня, условно, было бы 3 красных героя, пока Акс после Тайтхантера, наверное, стоял бы, может... Ну, если не на втором, потому что на втором пока бы была Легионка за счет своей дуэли, то на третьем месте. Поставлю Аксу 3,5 балла и, собственно, перемещусь на его карту заклинания, которая называется Берсеркер Сколл. Выберите союзного красного героя. Он сражается с вражескими соседями. В принципе, суть карты предельно, я думаю, тут ясна. Единственное, возникает у меня вопрос, недороговато ли она стоит, собственно, за 6 маны выбирать цель для битвы. Выглядит не совсем разумно, возможно, но тем не менее, такая она есть. И она хороша, она, скорее всего, позволяет убить все вот эти вот 3 отряда, которые будут у вас на пути, потому что, ну, если вы представляете, как это работает, вы, собственно, выбираете 1 отряд по центру и, соответственно, еще 2 по бокам от этого центрального будут триггериться на Акса и, соответственно, будут с ним сражаться. Хороша карта, но, наверное, может быть, даже 5 маны было бы для нее слишком сильно. Чем-то похоже на заклинание за 1 единицу маны, которую мы уже разговаривали раньше, которая тоже позволяет выбрать союзного красного героя и выбрать ему цель для сражения. Так вот тут, как бы, по сути, это 3 цели ты сразу выбираешь. Ну и Акс, кстати, за счет того, что тушка у него достаточно толстая, должен это выдержать, как мне кажется. Это нечто вроде АУЕ, только АУЕ такое специфичное. Как бы не само заклинание, а сам герой должен иметь возможность зачистить всех этих врагов, иначе, ну, он просто умрет. Что, кстати, будет, скорее всего, вероятным. Поэтому отличная карта, которая позволяет впитать на себя много урона, потому что 3 отряда, на мой взгляд, это много. И, в принципе, зафокусировать какие-то цели, которые, возможно, ну, стоят далеко, либо бьют башню. Я поставлю ей... Я поставлю ей... Также 3,5 балла, и, в принципе, у Акса тогда оценка стоит 3,5 балла. Я с ней согласен. Не то чтобы... Он похож просто на кифи, я не знаю почему-то. Ну, сама карта стоит 6 маны. Это единственная, наверное, ее проблема. Если бы она стоила 5, было бы здорово. Как бы. Тут такое... Ну, и следующая карта героя. Сентаур. Сентаур. Сентаур Варранер. Карта, которая имеет 4 атаки и 14 здоровья. И ее пассивная способность под названием Return. Кентавр имеет плюс 2 к риталиейту. То есть к ответному удару. Соответственно, способность, в принципе, ничем не отличается от той, которая имеет легион-коммандер. И единственное различие это в показателях, собственно, здоровья, брони, хп. Кентавр имеет 4 атаки и 14 здоровья. Легионка имеет 6 атаки и 8 здоровья плюс 1 единицу брони. Если вы понимаете, о чем я, то, конечно же, ответный удар на кентавре, он выглядит получше, чем на легионке за счет того, что у него больше здоровья. И, как бы, ответный удар на 4 атаки получается от того 6. В принципе, как я и говорил, 6 это уже нечто большее, чем 4. И просто 6 позволяет уже убивать почти все, что движется, скажем так. Но у легионки, конечно же, с этим проблем нету. Потому что у легионки изначально 6 плюс еще ответный удар 2. То есть легионка меньше хп, больше атаки кентавр, а больше здоровья, меньше атаки. Ну и поставить этой карте... Вот знаете, хорошо, что у меня память короткая, я уже не помню, что я поставил легионки. Поэтому я поставлю этой карте, наверное, 3, 3, 3 балла... 3,5 балла, 3,5 балла, в принципе, за счет того, что у него хороший показатель здоровья. Мне это нравится, мне нравятся толстые карты. Ну и 4 атаки это тоже немало. 3,5 балла от меня уходит кентавру-вараннеру. И карта заклинания, которая характерна только для него, возможно, только в колоде с ним, это Double H. Дает красному герою плюс 8 атаки и минус 8 брони в этом раунде. Ну, если вы понимаете, как работает эта карта, то... Ну, сразу, если я прочитал, вы поняли, то вы большой молодец, потому что изначально у меня были небольшие затупы. Как бы, как это так? 8 атаки и зачем давать минус 8 брони? Но суть предельно ясна. Вы можете использовать эту карту как на своего союзника, так и на вражеский отряд. И давайте разберемся, в каких ситуациях она может быть хороша, а в каких плоха. Представим, что кентавр атакует просто вышку. У нее, допустим, остается 12 здоровья. О, боже, чудо! У вашего кентавра 4 атаки. Вы используете на него Double H. Ему, конечно, у нее становится отрицательная броня. Минус 8 в этом раунде. Но он получает плюс 8 атаки. И, соответственно, вы таким вот, как он в доте, прям своим тупором... И вы как бы сносите себе, грубо говоря. Ну, это в доте он сносит себе жизнь. А в артефакте вы просто наносите 12 урона, убиваете вышку. Все, окей. В следующем раунде у вас пропадает обратно эта негативная броня. И остается обратно 0 брони, как и было. Все довольны, вы убили вышку. Все супер. Давайте разберем это немножко в другом, как бы, варианте. У вас есть проблема. Собственно, Кентавр стоит, или, неважно, любой какой-то герой. Допустим, еще один ваш красный герой. Ну, я не знаю. Назовите любого героя, кроме Кентавра. Не знаю почему. Ну, и Тайда, который имеет много атаки. И есть вражеский герой, который был... Например, условный Бристлбек. Бристлбек. Вот, давайте так. У него, мы знаем, 8-12 характеристики. И, допустим, он накопил 4 брони. Соответственно, вы используете на нее эту карту. Да, у него становится 16 атаки. Потому что 8 плюс 8 равно 16. Но, в то же время, убирается его бонусные 4 единицы брони. И у него становится минус 4 брони. Что, в принципе, означает то, что вы можете наносить урон уже, как бы, в 4-х кратном размере, более великий ему. Соответственно, если вы ему нанесете, допустим, 6 урона, то, умножаем это на 4, получается 24. То есть, скорее всего, да. Бристлбек тоже убьет вашего героя, там, в ответ. Не важно, кто там есть. Но и вы его убьете в ответ. И это немаловажно. Это немаловажно в том случае, если у вас, например, герой, вообще у него там одна единица здоровья. Он и так умирает. Но у него, например, случайным, чистым образом оказалось там 6 атаки, 8 атаки. Да не важно, сколько. Главное, что вы, допустим, делаете Бристлбеку отрицательную броню и, как бы, выгодно размениваетесь. Потому что у него была огромная тушка, которая вот-вот убьет вашего героя. А вы, блин, черт побери, использовали на него Double H. И теперь имеете шанс со своим там 6-1 героем, который нанесет миллиард урона, просто убить этого Бристлбека. Ну, вот примерно такое применение. И мне кажется, что эта карта, конечно, она ситуативная, но ее можно использовать как на пуш-вышке, то есть, соответственно, агрессивно, так и более защитно, так и, в принципе, какой-то такой средненький вариант. И за счет этой вариативности, мне кажется, что эта карта заслуживает, наверное, оценки в 4,5 балла. Да, получается у нас уже тогда самому Кентавру я поставил 3,5, да. Самому Кентавру поставил 3,5 и плюс еще 4,5 за эту карту. Получается средняя оценка его четверкой. На этом, я так понимаю, Кентавр, все. Переходим к следующей карте. Пагна! Пагна, Пагна, Пагна. Знаменитый маг. Не совсем понятно, почему он все-таки относится к красной категории, но тем не менее. Пагна. 6 атаки, 9 здоровья. Способность его активная. Кстати, тут хотелось бы вам немножко упомянуть. Тут его нарисована не та, не та немножко способность. У него активная способность... А, кстати, нет, наоборот. Вот тут все правильно нарисовано, где я, собственно, сейчас ее подглядываю, она нарисована неправильно. Активная способность. Nether Blast с кулдауном в 3 раунда. Condemn a random enemy improvement. То есть, соответственно, перевожу на человеческий, то есть русский язык. Ну, как бы уничтожает из игры случайное вражеское улучшение. Ну, и если разбираться вот... Ну, еще, кстати, совсем заметьте. Прошу вас обратить внимание, что мы еще почти не встречали никаких улучшений в классическом, обычном и необычном наборе карт. Редкости карт. Мы не встречали еще ни одного улучшения красных. Да, еще и какие-то карты не раскрыты. Но, тем не менее, ну, убьете вы улучшения раз в 3 раунде. Да, как бы можно... Вы сами понимаете, что все улучшения, они там начинаются уже, как правило, с 5. Ну, есть баннеры, они 3, собственно, стоят маны, насколько я помню. Ну, все улучшения, в принципе, они так или иначе начинаются с 5. Я сразу почему-то мне приходится... Там есть Agonim Sanctum за 4. Там есть, получается, Configuration за 5. То есть, в любом случае, эта способность хороша и, скорее всего, она будет использоваться. Она достаточно ситуативна. То есть, будет неприятно, если вы попадете на колоду без улучшений башни. Но всегда приятно снять какое-то улучшение, которое дает бонусное золото. Мы знаем, такие имеются. Всегда приятно снять улучшения, которые вот как Configuration наносят урон в начале хода. Всегда приятно избавиться вообще от любого улучшения. Там вот эти вот баннеры, которые добавляют Regeneration или что-то еще. В общем, способность пугны клевая. У нее 6 атаки, что, в принципе, уже делают ее поречка лав-картой. Но 9 здоровья. И на самом деле, я даже удивлен, что у нее столько много здоровья. У нее больше здоровья, чем, получается, у Легионки. Но у Легионки есть одна броня, да. Вот если бы было пугно... пугно, точнее, 6-1-8, было бы, мне кажется, еще сильнее. Но, как мне кажется, эта карта очень сильна. Да, и если появится внезапно вот в игре такая мета, когда вот все играют на улучшениях, то, ну, авто-включение в любую колоду. Естественно, надо сейчас нам посмотреть на ее особую карту. Но, наверное, это будет карта, которой я поставлю... Пя... даже... да, пожалуй, 5 баллов. Я поставлю ей 5 баллов. Мне кажется, это здоровская карта, которую, в принципе, всегда можно положить себе в колоду. Да, не самые звездные характеристики. Но давайте посмотрим на ее особую карту заклинания. И особая карта Nether Ward. И как раз-таки Nether Ward и является улучшением, то есть импровментом. И понять мы это можем по иконке башенки, которая находится в левом верхнем углу карты. Давайте посмотрим, что же делает Nether Ward. После того, как ваш оппонент разыгрывает заклинания, наносит 3 единицы урона вражеской постройки. То есть вражеской башне. Хотелось бы вот только уточнить. Наверное, это все-таки небольшая мискоординация. Или это действительно так и есть. То есть, получается, эта карта не наносит урон трону. Потому что мы знаем, что есть башни, есть трон. Тут написано Tower. Тут не написано Building. Тут не написано что-то такое общее. Тут написано конкретно Tower. Если она не наносит трону урон, то, соответственно, карта становится внезапно чуть хуже, чем могла бы быть. Но, тем не менее, за 4 маны, 3 урона при розыгрыше заклинаний против какой-нибудь синей колоды. Они просто начнут плакать такими кровавыми, слезами. За что? Почему против нас? Почему опять эта пагна? Почему она кидает свои заклинания и уничтожает? И мы уничтожаем свои собственные вышки. Поэтому ставлю я Незерварда. Тут прям, в принципе, кратко постараюсь максимально, конечно, выразиться. Тут действительно вопрос только в том, работает ли она на трон. Если она работает на трон, я бы поставил этой карте 4,5-5 баллов. Но поскольку она не работает на трон, и все-таки она такая более пассивная, и не у всех колодок далеко. Кстати, на самом деле почти у всех там есть заклинания. Ну, если ты просто не ставишь крипов, как бы только крипов, то ты в любом случае играешь заклинания, и твоя башня получает урон. Я ставлю этой карте 4 балла. Суммарная оценка пагной получается 4,5. Наверное, сейчас кто-то триггерится, почему я называю пугну пагной, да? Но, тем не менее, насколько я помню, так правильно. Как и крипы, в принципе. Правильно говорить? Крипы, а не крипы для тех, кто не знал. Ну, и вот, собственно, карта, которую я хотел сравнивать с Кифи. Ну, тут можно сравнить абсолютно любую карту с Кифи, и она будет лучше. И это закончили мы с героями. Просто сейчас переходим к заклинанию. Poised to Strike. Одна мана дайте красному герою плюс 4 атаки в этом раунде. Отличная карта, как по мне, за одну ману позволяет разменяться как-то выгодно вашему более слабому красному герою. Но из тех, честно, героев пока, которых мы увидели, единственное, на кого она выглядит, ну, интересно, это Кентавр. Потому что у него просто 4 атаки. На Тайтхантера выглядит тоже неплохо, потому что у него 2 атаки. На остальных героев я бы сказал, что у них хватает и того, и другого. Например, тот же Акс. Ну, конечно, тот же Акс под этой картой становится просто неубиваемой машиной для убийства. Карта достаточно простая. Она, в принципе, понятна. Использование только в этом раунде. Я ставлю ей крепкую, крепкую 3,5 балла. Ну, вы понимаете, да, тут она почти крепкую. Хотел четверку, но поставлю 3,5. Здоровская карта. Мне она нравится. Безусловно, я думаю, она будет включена во многие колоды, как раз-таки, которые имеют Кентавра или Тайтхантера у себя. Плюс, можно не забывать же о том, что мы играем не на моно-колодах, можно играть еще и на дуо-колодах. То есть, зеленые плюс красные и как бы вот это вот плюс 4, оно выглядит очень здорово. Знаете, поставлю 4 все-таки балла. С ученым того, что мы играем дуо, использование... А, паречка, паречка, какой же ты дурачок. Тут же написано. Красному герою дайте. Не зеленому, не синему, не черному, мать его. Только красному герою. И попрошу вас на это обратить еще раз внимание. Поэтому 3,5 балла. Следующая карта. Гранд Мели. Кстати, вот все-таки и улучшение. На башню еще одно подъехало от красных. Сумбур какой-то происходит на арте. На самом деле, наверное, карта с артом, который мне нравится, меньше всего. Потому что она выглядит хуже всего. Но ознакомимся с ее сутью. Если есть на линии союзный красный герой, то все герои получают плюс 2 кливу. Карта с условием, стоит дешево. Условие звучит следующим образом. Если у вас на линии... Еще раз просто хочу повториться, чтобы, возможно, было более понятно. Если у вас на линии есть красный герой, то все, вообще все, неважно какого цвета герои, получают плюс 2 кливу. И сразу же вспоминается у нас, я думаю, заклинание у вас. Возможно вспоминается, возможно и нет. Напомню его. Clear the deck. Clear the deck за 4 маны. Которая точно так же дает плюс 4 клива всем героям. Если не ошибаюсь, красным там было. То тут мы имеем чуть более, скажем так, слабенькую способность в виде всего лишь плюс 2 клива. Но есть условия о том, что должен быть красный герой. Но, тем не менее, эта карта, она остается навсегда. Если как-то не использует пугну или коррозив хейст, по-моему, насколько я помню называется, который уничтожает тоже улучшение вообще все. Так что карта выглядит достаточно такой среднечковой. Плюс 2 клива это в принципе неплохо с учетом того, какими показателями атаки обладают красные герои. Да и в принципе другие герои, так как она воздействует и на них также. Я не буду на ней долго акцентрировать свое внимание, потому что, наверное, видео и так уже затягивается. Я просто поставлю ей... Давайте все-таки не будем занижать. 3 балла, 3 балла, 3 балла. Вполне возможно, в каких-то колодах она заиграет. И вполне возможно, она уже играет в каких-то колодах. Далее. Mercenary Exiles. Крип стоимостью 3 маны с характеристиками 2 атаки. Единицы 1, единица брони и 4 единицы здоровья. Кстати, хочется сразу отметить, что еще до того, как я прочитал ее способность, здоровские характеристики, очень нравятся. Ну и активная способность с кулдауном в 2 раунда. Потратьте все свое золото. Модифицируйте Mercenary Exiles с плюс x атакой и плюс x здоровьем, где x это половина потраченного золота. Ну и давайте сразу же представим, как работает эта карта на условном примере. Возьмем, что у нас 10 золота. Чтобы получить 10 золота к третьему ходу, ну то есть к самому первому ходу, это в принципе невозможно. То есть поставить мы их на третий ход, конечно, можем. И это здорово, потому что они выживут, нанесут урон крипам и останутся как бы на следующий раунд, можно будет активировать их способность. Но давайте какой-то возьмем такой более реалистичный расклад. Ну представим, что мы убили героя и крипа. Получается, у нас 6 золота, на следующий раунд мы не должны ничего, допустим, ну ничего не купить в магазине, потому что бонусы так идут половинчатые, да, соответственно. Чем больше у вас золота, тем сильнее эта карта. Ну представим, что у нас 6 золота. 6 золота, соответственно, мы получаем 5 атаки суммарно у нас становится и 7 бронь. 5 атаки, 1 броня, 7 здоровья. С кулдауном в 2. То есть карта кажется достаточно слабой, да, но даже при условии того, что мы убиваем героя, а за красных убить героя не так уж и сложно, и убиваем еще одного крипа, мы уже получаем очень сильный бонус к этой карте, и она становится 5-7 плюс еще одна единица брони. Она становится как такой импровизированный герой, и уже через 2 раунда мы сможем повторить ее способность. И я уже не говорю о том, что эту карту можно поставить сразу на 3 раунд, и она выживет удар крипа. Соответственно, да, есть одна небольшая загвоздка. Вы должны потратить все золото. То есть, естественно, идет фаза закупки, да, фаза закупки идет после трех линий. А тут, получается, вы должны потратить свое золото еще до покупки. Соответственно, используя способность этой карты, вы уже понимаете, что ваше золото будет только лишь добавлено по окончанию трех линий. В противном случае, если вы никого не убьете, у вас будет 0. То есть золото вы получите только по результатам всех трех линий. Все, что вы заработаете, вы тогда только сможете приобрести что-то в магазине. Если у вас Mercenary Exiles стоит на какой-то третьей линии, и вы там никого не убиваете, то вы просто тратите свое голото, золото, и по факту вы усиливаете его лишь наполовину. Но мне нравится эта карта, мне нравится то, как она работает, мне нравится ее вариативность, и мне кажется, что, в принципе, ее применение будет в игре обусловлено. И оно будет реально. 4 балла от меня в Mercenary Exiles. Следующая карта, карта улучшения, о которой я уже говорил, вот как раз вот эти баннеры, они появились, красный, фиолет, красный, синий, черный, соответственно. О них поговорим позже. Но Path of the Bolt, после того, как вы играете красную карту, модифицируете случайного союзника с плюс одной атакой. И хочется прежде, вот, прежде чем мы вообще начнем обсуждать эту карту, хочется сказать о том, что вы получаете так называемую value, то есть выгоду от этой карты, уже в момент ее розыгрыша. То есть как только вы ее поставили, разыграли на стол, уже срабатывает этот эффект. Соответственно, вы уже модифицируете какого-то союзного, союзный отряд плюс одной атакой. Карта, безусловно, мне кажется, хороша для моно-ред колод, которые будут играть только на красных картах. Ну, это логично, это логично. Это как в Гвинте какая-нибудь Циринова или в Хардстоуне, там, условно, Рина Джексон. То есть, ну, вы должны что-то, чем-то рискнуть, чтобы получить какой-то бонус. Вопрос, будет ли этот бонус окупаться, ну, тут спорное решение. Карта, конкретно ее способность, она все-таки интересна тем, что она модифицирует, да, она не дает какой-то защитный бонус. Она именно агрессивный выдает бонус. Но все мы знаем, какие проблемы у красных с наполнением стола. То есть, у них есть одна большая тушка. И вот, ну, кроме Red Mist Pillager, на самом деле, я пока не вспоминаю какие-то карты, которые могут создавать еще больше копий себя или создавать какие-то способности, которые создают, там, две карты из одной способности. Соответственно, вы будете усиливать, скорее всего, ну, либо крипов, что, в принципе, бесполезно, да, либо вы будете усиливать героев, и это будет полезно, но ваши герои, скорее всего, не будут умирать. Так что им эта модификация постольку-поскольку. Лучше бы, допустим, Path of the Bolt создавал какой-то токен 1-1. Это было бы необычайно, наверное, сильно даже. Вот на самом деле, мне кажется, что так бы и было. Поэтому карта для Мона, да, я говорю и да, но, сами понимаете, тут все зависит от того, какое количество отрядов у вас на столе. И ставлю я ей крепкую такую, наверное, двоечку. Скорее всего, играть мы ее будем редко и видеть, в принципе, тоже два балла. Path of the Bolt следующая карта. Enough Magic! Небольшая, наверное, отсылка от Гарфилда, собственно, который является, в принципе, идейным создателем магии, Magic the Gathering, да, который сейчас как есть, как карточная, как настольная. Ну, такая небольшая отсылка прикольная. И как раз-таки Акс, который бьет инвокера, который является таким одним из самых, наверное, сильных чародеев в доте. За 5 маны, собственно, способность карты предельно проста. Переходим к боевой фазе. Но стоит уточнить, наверное, что такое переходим к боевой фазе. Мы уже обсуждали, что такое инициатива, да. Так вот, как раз-таки для красных мне очень нравится эта карта чем? Представим, как длится обычная игра. Я кидаю карту, ты кидаешь карту, я кидаю карту, ты кидаешь карту, я кидаю карту, ты там что-то уменьшаешь моему герою, убиваешь моего героя, что-то еще делаешь. Как строится игра с этой картой? У тебя стоит жирный Акс, у тебя стоит там легионка, у тебя мало отрядов, у врага как бы много отрядов, и он может создать еще, допустим, он играет на токенах. Ты просто используешь эту карту, и ты такой говоришь, чувак, я играю карту, все, все, мы деремся. Вы деретесь, соответственно, переходите на следующую линию, но там же нужно будет опять разыгрывать карты, и инициатива будет за тем чуваком, который играет против вас. Карта здоровская, если вам нужно, если вы понимаете, что ваш соперник сейчас будет разыгрывать какие-то сильные, например, заклинания, способности героев, кстати, потому что эта карта позволяет непосредственно все это нивелировать и сразу перейти к боевой фазе. То есть ваш соперник просто будет смотреть на то, как будут драться его герои. А герои, которые обладают сильными способностями, всем отлично знаем, как легко они умирают от красных карт. От Бристлбека, от Акса, от условной, я не знаю, ну Пугды, конечно, да, может Легион Командер, давайте так будем все-таки говорить, или каких-то даже других ваших карт, которых вы поставили, от Кифи, например. Мне очень нравится эта карта, я, конечно, не думаю, что она самая сильная из всего того, что мы видели, но я поставлю ее крепкую четверку. Она работает только на один лейн, но тем не менее. Четыре балла, отменяю нахмэджик. Далее, Огар Корпс Тоссер. Пять маны, два десять. Наносит два проникающего, то есть пирсинг урона вражеской башни после того, как умирает миликрип. Союзный. Не уточнил я важную особенность после того, как умирает союзный миликрип. Что значит проникающий урон? Проникающий урон означает то, что этот урон игнорирует броню и увеличивается при отрицательной броне. Есть в артефакте уже, насколько я помню, карты, которые увеличивают броню башни. Мы пока не будем об этом говорить, потому что, насколько я помню, эта карта еще не заревелена. Но есть такие карты, которые увеличивают башни и броню как минимум на единицу. Соответственно, пирсинг урон позволяет просто нанести два урона. И что мы имеем тут? Мы имеем огра с плохими характеристиками атаки, но хорошим показателем здоровья, который наносит два урона башни после смерти союзного крипа. Если бы тут был просто крип вообще любой случайный, который есть в игре, то это была бы, наверное, слишком сильная карта за свою стоимость. Но так она выглядит более балансной. Но давайте посмотрим на то, что есть такие карты, например, у синих, которые позволяют призвать на линию сразу три крипа. Есть карты такие, как Чен, которые позволяют переманить крипа, да? То есть мы, в принципе, можем себе создать много их у себя на столе. Вопрос, хотим ли мы этого. Но карта выглядит достаточно нейтральной. То есть тебе действительно нужно просто, чтобы твой крип умер. А крипы умирают очень часто. И проникающий урон по башне, это, я бы сказал, не так плохо. Иногда можно будет, наверное, добить какую-то башню. Просто вот если ты до нее не можешь дотянуться, ну у тебя есть крипы, просто ставишь корпс тостера и все. Тут эта карта, она не столь выглядит, как тушка, да, которая должна бить тауэр. Сколько вот как раз-таки, наверное, более в заключительных стадиях игры помогать вам завершить начатое. То есть добить, допустим, тауэр и переключиться на другую линию. Есть у меня варианты уже в уме примерно агрессивных таких красных. Агрессивных, красно-синих, даже красно-зеленых колод. Но тем не менее, мне нравится эта карта. Я поставлю ей 4 балла. Я думаю, она будет играть. Но тут опять-таки единственное не указано, может ли она наносить урон трону. Потому что трон все-таки, насколько я помню, он не является тауэром в доте. Как бы это отдельное строение. Поэтому возникает вопрос вот к этой надписи. Обязательно после этого видео уточню этот вопрос. Но, к сожалению, поправить уже не получится, как вы понимаете. То есть, либо я сейчас лажаю, да. Ну, если она наносит и трону, вообще супер. Как бы, ну, не наносит, окей. Поставили оценку. Далее. Spring the Trap. 7 маны. Призывает двух охотников на Centaur's Hunters на любую линию. Ну, собственно, Centaur Hunter для напоминания вам. 4.8. И вот, внимание, карта, которая позволяет создать токены на столе. Причем на любую линию. 4.8. И в такие моменты, да, ты действительно начинаешь жалеть о том, что, блин, почему у них не 5 атаки? Почему все-таки 4? 4.8 это слабенько. Но вы можете выбрать любую линию, куда хотите их поставить. 7 маны это, конечно, дороговато, но все-таки создание отрядов на столе, я бы сказал, что это важно. Они могут помочь вам заблокировать какой-то либо урон, подождать пока, условно, допустим, выйдет из... Восстановится на фонтане какой-то умерший герой. Но, естественно, должен быть герой красного цвета для того, чтобы вы могли ее разыграть. Но, допустим, как потянуть время с учетом того, что вы ждете какого-то героя в таверне, у вас есть другой на столе. Эта карта, как мне кажется, вполне подходит. И за свою стоимость, как бы, ты получаешь 8.16. 8.16 за 7 выглядит здорово, выглядит круто. Можно ставить на 2 линии 2 Centaur Hunter. Скорее всего, ты просто, во-первых, будешь убивать всех крипов. Это раз, потому что крипы имеют 4 здоровья. Надо себя точно вытягивать. Ну, правильно говорить, крипы, ребята. Поэтому я поставлю этой карте 5 баллов. Мне кажется, она будет играться. Это просто вот то самое Nuts, то есть орешек. Она жесткая. Она будет, скорее всего, разыгрываться почти в любой колоде, потому что она позволяет делать очень-очень сильные вещи. Ну и последняя, скорее всего, насколько я понимаю, карта у нас. Да, последняя карта, известная на сегодняшний день, Time of Triumph. Улучшите союзных героев, перманентно улучшите. С плюс 4 атаки, плюс 4 здоровья, плюс 4 брони, плюс 4 клива, плюс 4 к ответному удару, то есть риталеет, и плюс 4 к siege. Вау! Ну, тут, конечно, действительно за 8 маны просто бонкер с мега супер HDMI карта, которая вообще делает какие-то лютые вещи. И если ты ее разыграешь, даже, наверное, даже на одного героя, он просто становится какой-то неубиваемой машиной, которую можно убить только с Куб Де Грейс или еще какой-то карты, которая сразу прямо уничтожает отряд. Ну, давайте начнем с того, что для того, чтобы использовать эту карту, у вас должен быть красный герой на линии. К 8 мане, то есть через 5-5 раундов, вы должны еще не потерять свой трон. Это очень важное условие. Ну и желательно, конечно, иметь бы еще одного какого-то героя. Ну, неважно какого, потому что цвет уже несущественен. Но я могу сразу сказать, что при розыгрыше этой карте линия для чувака будет проиграна. Потому что 4 ответного удара, 4 клива, 4 клива просто сносит вообще все, что есть. Ну и 4 сидж, 4 осады, как бы давайте будем просто так простыми с вами назвать, плюс 4 к осаде, к осадному мастерству. Собственно, для тех, кто не знает, что это значит. Это значит то, что при нанесении урона, допустим, крипу или вражескому герою, мы, прошу прощения, мы будем наносить еще урон и башни. И вот как раз таки башни будет доходить от 4 урона. Это ни в коем случае не является отсчетом от начальных показателей урона героя. Это будет прежде всего именно плюс 4. То есть неважно, если у вашего героя 6 атаки, он бьет по, скажем, по пятерке, по врагу с 5 единицами здоровья, то башне будет нанесено 4 урона. Тут неважно, сколько вы... То есть неважно, что вы 6 потратите, плюс 4 вы нанесете башне. Time of triumph. Если вы разыграете эту карту, это будет абсолютно невероятно. Я думаю, что в любой красной колоде будет эта карта, потому что можно улучшать в том числе и героев другого цвета. 5 баллов будет во всех колодах однозначно. Самая лучшая карта из всех, которые я видел, пожалуй, пока у красных. Ну, за исключением предпоследней. Ну, то есть spring the trap, time of triumph. Да, вы из Англии. На этом все, друзья. Я завершаю свой обзор. Большое спасибо, что смотрели этот разбор на все карты красных, которые известны на данный момент. Сегодня 29 сентября. Поэтому не серчайте, если появились какие-то курсы, новые карты. А лучше подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой YouTube-канал, на мой Twitch-канал. И, собственно, заходите в мой Discord. В мой Discord. Для того, чтобы всегда оставаться в курсе событий, самая ламповая комьюнити только на канале, стримах и, собственно, видосах по речке. Большое спасибо, друзья, что смотрели. Оставляйте свои пожелания, оставляйте свои замечания, оставляйте конструктивную критику. Я буду рад ее почитать. Большое спасибо, что смотрели. С вами был Поречка. И до новых встреч!